Районный совет ветеранов войны и труда отметил 40-летие со дня образования. Сегодня это действенная, активная общественная организация, которая участвует в решении широкого круга вопросов, помогает и поддерживает ветеранов, воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к родине. Торжества по случаю юбилея прошли в городском Доме культуры. В 1979 году в Славянском районе был создан совет ветеранов войны и труда. За свою 40-летнюю деятельность совету многое удалось сделать. В первую очередь организовать работу по оказанию помощи и поддержке людей пожилого возраста, решению их бытовых проблем. Занимаются ветераны и патриотическим воспитанием молодежи, а также увековечиванием памяти павших в годы Великой Отечественной войны, сохранением исторической памяти о событиях военных лет, поисковой работой. На сегодняшний день совет ветеранов – это самая большая общественная организация района. В ее составе свыше 32 тысяч человек. Торжественное собрание, посвященное юбилею райсовета, прошло в городском Доме культуры с участием ветеранов войны и труда, вооруженных сил, пенсионеров и молодежи, активистов общественных организаций социальной направленности. Все это время совет ветеранов оказывал поддержку людям старшего поколения, защищал их социальные права, жизненные интересы. И сегодня убеленные сединой люди не забывают о патриотическом, духовном, нравственном воспитании подрастающего поколения. Активно участвуют в общественной жизни города, района, служат примером подражания молодежи. Ветеран – это особое слово. Ветеран – это носитель культуры, традиций и исторических ценностей нашей Родины. У истоков создания совета стояли ветераны Великой Отечественной войны. Они и сегодня продолжают вносить свой вклад в развитие района, в воспитание подрастающего поколения. Участники торжественного собрания поприветствовали их стоя. Юбилей ветеранской организации – это прекрасный повод еще раз сказать о важности работы совета, поблагодарить старшее поколение за мудрость и жизненный опыт, за помощь в патриотическом воспитании молодежи на героических и трудовых примерах своей жизни, за тесное сотрудничество с районной властью. Я вас искренне и сердечно поздравляю с праздником, с 40-летием Совета ветеранов. Это реальная организация, которая делает конкретные дела. Большое вам спасибо за воспитание наших детей, за то, что вы рядом с нами, за то, что вы сейчас втрою. Дай Бог вам, конечно же, крепкого-крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и всего самого доброго. С праздником! Слова благодарности старшему поколению, примеры о созидательных делах Совета ветеранов войны и труда не раз звучали со сцены Дома культуры. На торжественном собрании было отмечено, что в Славянском районе преемственность поколений, помощь и поддержка ветеранов всегда были и остаются верным жизненным правилам. А еще крепкие традиции уважения к истории своей Родины, к поколению ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, ко всем защитникам Отечества, ветеранам труда. Для молодых ребят, школьников и студентов так необходимо общение с этими замечательными людьми. Поэтому члены Совета ветеранов – частые гости в школах, техникумах и вузе нашего района, а ребята, в свою очередь, главные помощники ветеранов во всех житейских делах. В честь праздника председатели Краевого Совета ветеранов и Советов соседних районов подарили добрые слова и памятные подарки славянским коллегам. Артисты городского Дома культуры совместно с хором «Ветеран», а также клубом «Юный десантник», организованным ветеранами ВДВ при школе номер 5 имени Маргелова, порадовали собравшихся своими выступлениями. «Буду всегда жить и своей вместе с Россией». «Буду всегда жить и своей вместе с Россией». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова